Гражданской обороне в Московской области исполняется 80 лет. Системы оповещения и эвакуации населения начали складываться в нашей стране еще в годы Первой мировой войны. В 2017 году это отлаженный комплекс мер по спасению людей. В Люберцах сотрудников и ветеранов спасательных служб поздравили в ходе торжественного мероприятия в Люберецком ДК. Перед началом праздничного мероприятия сбор гостей и выставка, посвященная отважной работе спасателей. Потом официальная часть конференции Ассоциации ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы открывается подробным докладом об истории и современности структуры. 3 августа 1937 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о местной противовоздушной обороне города Москвы, в том числе и пяти округов Московской области, в котором предписывалась организация местной обороны окрестностей города Москвы в радиусе 100 километров. Эта дата и является днем создания гражданской обороны Московской области. В рамках мероприятия также состоялась торжественная церемония вручения наград. Так, Орден гражданской обороны Московской области получил ветеран Вооруженных сил России Люберчанин Владимир Дубровин. Вас все с праздником гражданской обороны. Это то, с чего многие здесь сидящие начинали. Памятную медаль МЧС России вручили главе городского округа Люберца Владимиру Ружицкому за вклад в организацию защиты населения и материальных ценностей. По роду своей деятельности приходится зачастую работать плечо к плечу, работать вместе, совместно по целому ряду вопросов. Я, конечно, благодарен Михаилу Ивановичу, что он как-то выбрал местом проведения празднования 80-летия гражданской обороны, именно Люберцы. Глава округа поздравил всех, кто стоит на страже гражданской безопасности с праздником, пожелал здоровья и добра, и как можно меньше чрезвычайных ситуаций. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.